Сегодня исполнилось 112 лет со дня рождения первой чувашской киноактрисы Татьяны Бурашниковой, известной как Таня Юн. Именно она исполняла все главные роли в картинах, снятых с киностудии Чувашкино в 20-30-е годы. Татьяна Бурашникова, выпускница физкультурного факультета, попалась на глаза первому чувашскому режиссеру Максимову Кошкинскому, едва вернувшись после учебы в Чувашию. С этого момента ее жизнь изменилась, она не только вышла замуж за руководителя студии Чувашкино, но и стала актрисой. Свою первую эпизодическую роль Таня Юн сыграла в фильме «Волжские бунтари», который вышел на экраны в далеком 1926 году. Во втором чувашском фильме с Арпиге Татьяна уже снималась в главной роли. Она сразу стала любимицей зрителей, карьера актрисы складывалась блестяще. Фильмы с ее участием демонстрировались с успехом не только в СССР, но и за рубежом, а саму Таню Юн даже сравнивали с Любовью Орловой. Но наступил 1937 год, и Акима Максимова-Кошкинского назвали врагом народа. А Таня Юн, как жену врага народа, сняли с работы и уволили из Чувашского государственного академического театра. В декабре 1937 спецстройка при НКВД Чувашской АССР приговорила Таня Юн к восьми годам лагерей, зашпионаж в пользу японской разведки. После ареста все чувашские кинокартины, где снималась актриса, были уничтожены. И только в январе 1940 года НКВД Чувашской АССР постановил отменить постановление как неправильное и освободить ее из-под стражи со снятием судимости. Так Таня Юн и Максимов-Кошкинский были освобождены как невиновные. Вот только в театр ни Аким Степанович, ни Татьяна Степановна уже не вернулись. Стали писать пьесы и заниматься переводами. А Татьяна Бурашникова даже издала книгу мемуаров «Дни и годы минувшие». Сегодня актрису вспоминали многочисленные поклонники ее таланта. Сегодня мы стоим на могиле здесь, известной всему миру, известной чувашской первой актрисой. И мы стоя сегодня здесь даем слово, наверное, что ваше дело, которое мы начинали с Максимом Кошинским, будет достойно продолжено. Мы сохраним традиции чувашской культуры, чувашского языка, чувашского орнамента, чувашского узора, чувашского фольклора. Вот в современном, сегодня в стиле, придадим и будем дальше продолжать и передавать свой опыт более молодому поколению. Продолжение следует...